Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Решила отсюда тоже сделать ролик. Меня просили, а я давно этим не занимался. Вот, сейчас я опять возобновил свои занятия спортом и хожу по Тридмилу. Одно время я это не делал, потому что готовился к экзаменам усиленно. Ну, надеюсь, что сейчас всё войдёт в норму. Экзамены я сдал, как вы знаете. О чём сегодня разговор? Ну, вот что сейчас творится в России, да? Ну, вы знаете, что Путин вознамерился конституцию поменять. Да потом вот этот жуткий случай. Дело сети, да? Организация молодёжной сети, которая якобы хотела свергнуть Путина. А на самом деле, просто молодёжь сорганизовал один ФСБшник. Вот, и всё сам написал. Они, дурачки, повелись. И, в общем, их посадили на сроки там чуть не 20 лет, а 18-го максимум. Высосанное из пальца. Ну, вот эти две вещи. Основные. Ну, много разговоров насчёт того, что Путин специально посадил... Ребят, всё это делает Путин. Чтобы у вас не было никаких сомнений, что есть там в России какие-то суды, и всякая прочая фигня, что полиция защищает, что ФСБ вас защищает, да чёрт из два. Вот. Для чего это всё организовано? Есть мнение, что вот это дело сети было организовано, чтобы отвлечь от изменений в Конституции. Ребят, я вот поразмыслил. Мне кажется, нет. Это всё одного поля ягоды. Вы обратили внимание? Последнее время стало как-то тихо. Вот. И начали уже пробиваться голоса, что что-то не то творится в России. Вот Путин просто решил всех отвлечь. Смотрите, у него... Ну, вот вспомните Крым, да? Какое было воодушевление. Крым наш и так далее. Потом всё это прошло. На нет, как говорится, сошло, да? Потом Сирия была. Ах, Сирия, Сирия. Это прародительница России. Да-да, до этого даже договорились, да? Хопа, Сирия захлопнулась. Сейчас он там в Ливии ещё воюет, ещё в Центрально-Африканской Республике. Ну, всё втихую, да? Вот. И уже, как говорится, с телеэкранов с ваших сошли потихонечку все вот эти победные реляции, да? Вот. Что-то надо делать. Народ начал роптать. И вот поэтому организовали вот эту конституцию. Ну, я имею в виду изменения. Ребят, ничего, и вот на самом деле Путину ничего не надо менять. Вот ему осталось три дня до выборов, да? Бах, он в один день может издать указ любой. Вот вы понимаете, любой. То есть, я буду по жизни президентов. Всё. Совет одобрит, радостные жители будут рукоплескать везде, и всё. Ему абсолютно ничего не надо что-то эдакое выдумывать. И вот насчёт Беларуси, мне тоже кажется, это футуфта. Ну, можно было попробовать как-то привлечь, да? Вот. Но это слишком длинные ходы. Ребята, вот как сейчас Путин сидит там на троне, так он и будет сидеть. Ему ничего не нужно придумывать дополнительно, понимаете? Он в один вечер одним указом может обеспечить себе будущее царя на всю оставшуюся жизнь. Ну, и тем более, что ну, вы помните сколько Фидель Кастро правил, да? Там уже глубокий старик. Ну, потому что вся медицина Кубы работала на него нам в институте, ещё в школе всё время говорили, когда будет мир во всём мире. Ну, помните, моё поколение, помню, что Хрущёв обещал к 80-му году коммунизм. Вот. И когда будет мир во всём мире, то Куба будет международной здравницей. Там действительно очень прекрасный, даже не очень хороший, там прекрасный климат, там неплохая медицина. Вот. Ну, конечно, отстаёт от мировой, тем не менее. Вот. И видите, сколько Фидель Кастро. Сколько, я не знаю, там 90-100 лет, да? Ну вот, а Путин, ну, тоже самое будут говорить, что вот он живее всех живых и, возможно, будут подбрасывать вам двойничков. Что вот ему, скажем, сделали операцию, поставили там, не знаю, коронарное шунтирование, вот он опять живее всех живых и так далее, и так далее. И так он будет потихонечку править, поколения будут уходить, а Путин будет оставаться. Думаете, а фантазирует? Да чёрт из два. В каком виде, я не знаю, он всё равно будет править. Так или иначе, вы вспомните медведевские времена, когда Медведев был президентом, да? Ну и кто управлял страной? Медведев только бумаги подписывал, которые ему Путин подавал. И всё. Ну, кресло, грелка, говорится, грелка для кресла. Ну вот как-то так. И вот, что сейчас ещё, сейчас будет тоже происходить, это просто для отвлечения народа. От чего? Не от чего-то главного. Просто отвлечение. Ну, вообще-то, главное есть, конечно. Потому что уже кушать становится нечего. Я вам каждый день оттуда из офиса читаю, что, ну, читаю новости, что еда некудышная, то некудышная, воздух некудышный, всё некудышное. Сегодня вот я рассказывал с утра, что в Саратове онкология попёрла. Эх, вспомнили. Ребята, пройдитесь по любому саратовскому кладбищу. Ну, не любое, там есть центральное, да? Ёлы-палы. Одна молодёжь ведь лежит вот на новых местах, да? Одна молодёжь. У моего брата, но он постарше меня, сколько людей умерло уже, знакомых, одноклассников. Вот. Но это не только в Саратове. Вообще, я просто за Саратов знаю, потому что я там жил. Я сюда приехал из Саратова. Вот. То есть, люди начали роптать. Причём эти, вот которые вокруг Путина, они вообще, знаете, даже есть такое слово, не обнаглели, а оборзели. В своём воровстве. Воруют вообще на всём. Я сегодня вам рассказывал, что глава, где-то в Подмосковье, глава наркоотдела, там генерал-майор у себя дома организовал вот этот амфетамин делать, да, наркотики. Это так он борется с наркотиками. И так везде. Медицина. Что из себя представляет медицина, вы знаете. Мне больно об этом говорить, что мои же, как говорится, коллеги в России, они, во-первых, они неграмотные. Потому что я ещё был в России, в Саратове, я общался со студентами, они деревянные, они вот, всё. А им не надо знаний, они всё покупают. Папа платит, мама платит. Вот, он ходит на зачёт, а он приносит деньги. И всё. И какие будут знания, вот сейчас это всё вкушается. Ребята, всё это делалось медленно. Разваливалась страна, понимаете. Вот, ну а Путин, посмотрите, вот, ещё годы, когда он работал в Питере, там чемоданы носил. Он и там уже начал воровать. А это дело, оно, понимаете, оно, оно из крови не уходит никуда. Мне рассказывали про одного мужика, который воровал, вообще, вот, ну, постоянно, в конце концов, его поймали. Так он даже в тюрьме украл какую-то красную скатель, поношил трусов и продавал заключённым. То есть, это неискоренимо, понимаете. И вот, где-то я сегодня читал статью насчёт того, чем запомнится Путин в истории. Ну, конечно, он хочет себя, свой след в истории оставить. Вот, а какой-то мужик правильно сказал. Он останется в истории, как правитель России, который говорил на жаргоне, на ворожском, понимаете. Вот это точно он останется. И там он приводил пример, да вы их все знаете прекрасно. Типа там мочить в сортире, там и так далее. И последние дни там про какие-то галоши он всё время вспоминает. И там бабушка, дедушка, ну и так далее. То есть, это речь подростка из банды, из питерской. И он таким остался. Что дальше будет? Ну, немножко пошумят насчёт вот конституции там и вот этого дела сети. Может, что-то ещё придумают. Ну, ребят, вот так вот оно и будет, как говорится, тянуться. Не мучит, не телится. Почему я так думаю? Да потому что никогда хорошо не было. Я не помню времени в истории, чтобы Россия жила хорошо. Ну, чтобы всё было в достатке, чтобы люди ходили довольно радостно. Ну, довольно радостно это ходили на демонстрации, подзарядятся маленько. И пошёл там махать флагами до здравствующей партии и так далее. Ну, это не та радость, понимаете, это радость, не знаю, наркомана, принявшего дозу. Вот и всё. То есть, в заключение я хочу сказать, что, ребят, ничего хорошего не ожидается. Тут надо рассуждать так, не было бы совсем плохого, понимаете. и это время, которое вам осталось до совсем плохого, нужно употребить с пользой. И вот я обратил внимание, да буквально вот за последние, не знаю, пару недель мне в комментариях многие написали, всё, получаю визу, уезжаю. Получаю визу, уезжаю. Договорился, всё. И потом вот некоторые у меня просто пропали. Вот у меня была одна дамочка из Саратова. Она каким-то чудом повезло. Выиграла лотерею грин-карты. Она первое время что-то ещё хорохорила, срадовалась. А я сказал, знаешь что, исчезни из поля зрения, чтобы я тебя не видел. Занимайся своими делами. Особо свою радость не выпячивай. Потому что найдутся люди, которые захотят тебя подгадить. И всё, она исчезла. Я надеюсь, что она уже в Саратове, уже уехала из Саратова в Америку. Ну, может быть, ещё нет. Что-то у меня тут вот restart now. Ну, это мне компьютер намекает, что пора заканчивать. Всего хорошего. До свидания. С вами доктор Влад. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok